Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел поговорить с вами о йоге. Йога – это серьезный путь в направлении духовного развития. Йога в себе сочетает очень древние знания, которые были даны человеку нашими учителями при самом зарождении нашей последней цивилизации на эту планету. Йогой занимаются очень много людей на планете Земля. К сожалению, сегодня Йога приобретает элементы фитнеса и сбивает людей с толку. Появляется очень много новых видов йоги. Уходят первоначальные знания, правильные асаны, дыхание, растяжки, сколько нужно в шавасане расслабляться и так далее. Существует очень много видов йоги. Про них мы на канале у себя много раз рассказывали и будем рассказывать обязательно, если будут у вас какие-то вопросы появляться. С помощью йоги можно духовно развиться, так как там есть элементы медитации, глубокая медитация, различные виды медитации, как правильно пользоваться энергиями. И сегодня йога начинает широко распространяться, так как многие страны в плане духовного развития запрещают йогу, то йога сегодня поддается под соусом фитнеса. То есть как фитнес она может пройти, а вот как духовное развитие, то начинают власти в штыки воспринимать. И многие, кто пытался ходить на йогу, которые люди уже имеют духовные знания, их это не устраивает. Но на самом деле от того, как преподается йога, играет большое значение. От мастера, от учителя. Есть моменты, которые уже утеряны навсегда. И мы в ближайшем будущем с Анастасией будем снимать много роликов, которые будут посвящены йоге, и будут даваться практические упражнения. Если хватит терпения у Анастасии и у меня, то возможно сделаем свой вид йоги отдельный, который будет соответствовать на сто процентов сегодняшним веяниям развития человека, нашему уровню развития. И это будет очень здорово и интересно. Тема на самом деле очень сильно развивается сегодня, но развивается из тех источников, которые есть в интернете, есть в книгах. И конечно хотелось бы именно дать те моменты, которые на самом деле очень вам помогли бы. Есть общие моменты, какие-то общие упражнения, но всегда будут существовать моменты именно индивидуальные асаны, индивидуальное дыхание, индивидуальные растяжки и так далее. То есть это очень важно для понимания и они будут даваться только на консультациях. Но общие упражнения они тоже будут и будут в большом количестве. Я думаю, что эта информация будет очень уникальная, ее нигде не будет этой информации и когда-нибудь возможно даже появится на эту тему книги. Был у нас около трех ченнелингов, посвященных йоге. Там мы говорим и вот самые-самые такие продвинутые йоги, которые сегодня существуют на земле, от 40 до 60 процентов правды, к сожалению, только осталось. И то это у тех мастеров, которые находятся в совершенно других странах, в азиатских странах преподают, но у нас тоже есть в стране неплохие мастера, но даже вот эти 20-30 процентов знаний, которые остались в йоге, тоже очень хорошо, нежели вообще не ходить на йогу и не заниматься. У человека есть энергетическая программа. Я про это говорил очень много раз на канале. И вот эта энергетическая программа, она показывает, когда контактер считывает, или человек, который обладает духовным развитием, пускай не называет себя контактером, это не играет значения, считывает из этой программы, какая йога на данный момент человеку подходит. Если у человека есть конкретная йога, например, кундалини, он должен ей заниматься. Другое дело, что если человек заказ на индивидуальные упражнения, как надо правильно их делать, то тоже можно все сделать. И плюс еще, когда есть выбор, то человек может ходить на йогу, а может не ходить на йогу. Конечно же, когда в программе нет духовного развития, не прописано, то человек, ходя на йогу, он все равно получает плюсы. Это набор энергии. Б, это польза, растягиваются мышцы там, связки, конечно, они не растягиваются, это миф, говорю как доктор. Вот, но, скажем так, суставы там более, скажем, подвижными сделать, да, там микроциркуляцию улучшить. Существует множество различных заболеваний, то есть вот с помощью вот растяжек, вот сделать мышцы более подвижными, это реально. И когда вам перепишут программу, вы уже будете обладать определенными знаниями в плане йоги, то есть можно попробовать один стиль йоги, вид другой, третий и так далее. Большинство йоги, они происходят от хатки йоги. Хатка йога очень древний вид йоги, образовался много столетий, тысячелетий назад. Естественно, каждая цивилизация, которая приходит на эту планету, опять получает знания от наших учителей, кто сюда заселяет. И когда доходит до наших дней, то она очень сильно искажается. Это всегда было, есть и будет. Сегодня просто хочу привести маленький пример, да, если вот вы наблюдали за моим каналом, то когда мы развивались там, да, мы там, были там несколько человек на просторах интернета, кто этим занимался. Сегодня людей разных контактеров, людей, которые занимаются духовным развитием, их десятки тысяч. И будет продолжать это расти. И, к сожалению, к сожалению, это не только светлым выгодно, но и темным запутать людей, дать ложную информацию, чтобы человек запутался. И у меня на канале очень много есть людей, которые пытаются самостоятельно учить людей чему-то. Ну, это их право, конечно, но всегда задумайтесь, если вы не профессионал, вы не имеете доступа к информации, вы просто запутаете других людей. А это очень опасная и печальная игра, что только к нам надо идти. Естественно, есть люди. Я просто говорю, что надо быть с этим очень аккуратным и научиться чувствовать информацию. Поэтому йога, она в нашей жизни должна быть неотъемлемой частью. Это очень интересные, правильные подходы к духовному развитию. Пишите свои комментарии и увидимся в новых выпусках. Все вам доброго, удачи, до свидания.